Ой-ой-ой, как хорошо, правда, Боня? Ой-ой, как хорошо. Вот мне бы так, мне бы твои заботы, ей-богу. Да, мне бы твои заботы. Так, товарищи, время 9 утра, а я уже на работе. Видали, какая я? Умница. Ну что, приступим. Что у меня здесь, цветочки? Все нормально, все на месте. А куча мусора меня ждет. Приступим. Так, время. Время 11. Два часа работы. Вон я что сделала. Я все-таки обрубила все ветки, нашла этот пень, очистила его, ветки все выкинула за ограду. И давай раскапывать этот колодец. Оказалось, что это вовсе не колодец. Да, киса? Кошки вокруг меня. Здрасте. Давайте посмотрим. Я правда не вижу, что я вам показываю, потому что солнце отсвечивает. В общем, это не колодец. Это какой-то бункер. Ну, не бункер, но вот смотрите. Видите, положены швеллера, ну то есть железные вот эти балки. На нем бетонные плиты. И от этих бетонных плит вот это пространство. И оно уходит вглубь, в стороны, где-то на метра полтора. Но я туда, правда, не могу залезть, согнуться пополам, не могу. Но я так палкой примерно прикинула, так засунула. Там вот где-то поперечники, где-то туда метр, сюда метр. Ну, может, чуть больше даже, не знаю. Так поковыряло землю. Там мусора много. И вот вверх уже тоже вот швеллер лежит. Вот видите, вот этот вот швеллер. Ну, чтобы не проваливалось. А с этой стороны камнем вложено. А вот здесь бетонная плита лежит. Вот бетонная плита и вот бетонная плита. Для чего стоит труба? Может быть, для того, чтобы стенки огораживать. Был вот этот сверху короб. Ну, такой вот из жести, из деревяшки. Но он сгнил половину, я его вытащила. Половина вот осталась. И вот эта труба как бы держит вот этот мусор пока. Но она шабалдается, шатается. Вот швеллер лежит поперечный. Вот этот швеллер поперечный лежит. Просто она осыпалась со временем. Дерево, видать, корни пускало. Но вот эти бетонные плиты еще держатся. Потому что они на железных швеллерах. Что там внутри, один бог знает. Не знаю, копать дальше, не копаться дальше. Но сегодня я уже устала, уже все. Вот эта куча пока лежит. Если кто-нибудь придет из мальчишек, из внуков, ну, попрошу, чтобы туда залезли. Они же маленькие, согнутся. Заглянуть. Немножко там порыться. Может, правда, какой-нибудь клад лежит. Ну, кто его знает. Дом старый. Еще не знаю, с каких годов. Где Коля-то, у меня здесь, который старый хозяин жил. Он был с 45-го года. Вот. Дом построен по документам в 56-м году, что ли, блин. Как бы не соврать. Но что-то такое. То есть документы, когда я оформляла, по-моему, там что-то было такое в 56-е годы когда-то. Но это вот дом, видите, крошкой, да, сделан. Но не доделан, конечно. Но это уже такую крошку делали где-то в 80-х годах. Ну, такая мода была, да. Сам дом Саманны, как вы видите. Вот это крошка. Вот так как дядя Коля у меня был художником, ну, по профессии, да, он хотел сделать этот дом, вот эту крошку хотел обделать, видать, красиво, эстетично. всякими цветами и еще чем-то. Поэтому обделывали вот жестью. Вот это, значит, белая. Тут, значит, должна была крошка быть какая-то другим цветом. Но так это до ума и не дошло. Вот так вот. И вот эти боковые. Вот видите, тут все так вот сделано. Я просто поближе показываю, может быть, кто-то обратил на это внимание. Вот видите, здесь тоже этот цветок. А вот это вот колонна, угол. Видите, какая она витая. от самого начала и до конца. Но вот здесь вот или не доделали, или она осыпалась. Одно из двух. Но, может быть, осыпалась в конце концов. Просто, видите, здесь такая арматура крепкая. Вот эта вот боковая часть тоже крошкой сделана. здесь только ставить опалубку и заливать бетоном заново этот фундамент укреплять просто. А с этими дырами крошка есть. В мешках немножко осталась от хозяина. Я ее сохранила. Ну, не знаю. брать цемент, раствор и с этой крошкой заляпывать эти дыры. Надо будет посмотреть в интернете, как делали эту крошку. Скорее всего, наверное, есть такие видео. Ну, то есть процент какой, состава. Вот, допустим, видите, наличники сделаны. Темная крошка с стеклом и такая зеленоватая отдает. Сама стенка, она белая. Наличники темные. И вот здесь тоже, видите, как сделано. Наличники темные. и с той стороны стенки, где входная дверь, там тоже так же сделано. Только вот эта задняя стена и боковая стена со стороны огорода они не делали. Все окна ставлены решетки вот такие. Но это было, от хозяев осталось. вытащить их было практически невозможно. Да мы и не пытались. Зачем ломать рамы? Ну, стоит и стоит. В общем, на всех окнах стоят еще и решетки. Значит, было что прятать. В общем, вот такая вот ерундинь сегодня у нас, девочки. Я сегодня уже ничего не буду делать. Что-то я так упаду, устала. Пока эти ветки, они еще так перепутанные все были. Пока я всех их обрубила, отпилила. Пока там расковыряла еще немножко. Как его? Кирпичицу доложила, собрала. Ну, вот так на сегодняшний день. Ну, ничего. Отдохну пару дней. Тут внука обещают привезти. погостить на свежем воздухе. Ну, я как раз от работы отдохну. Вот, цветочки растут. Георгины поднимаются. все окей. Все окей. вдоль всех домов, вдоль всех домов жилых протекали орыки. Это я хорошо помню. Это еще где-то вот я ребенком была в 70-х годах. У нас, ну, в мамкином доме, где я жила, раньше мы поливали орычной водой. то есть, с реки был отводной канал, и эти каналы по всему селу, они разветвлялись, и по всем улицам проходили, и люди поливали огороды вот орычной водой. Ну, то есть, с канала вода шла. Это было. И на улицах были орыки, текли. В общем, по всему селу были орыки с водой. Ну, орык у нас так называется, вот эти вот каналы, маленькие, это называется у нас орык. Орык с водой везде был. И, может быть, это был орык, но если это орык, если это был канал, почему он идет сюда, в сторону? Ну, орык сколько там? Ну, 50 метров шириной от силы там, может быть. Ну, я понимаю, что бетоном залит, чтобы не размывало. Да, во дворах такое делали, чтобы у нас тоже во дворе так было, то есть, как сказать, вот вход от ворот, да, от калитки и был орык. И вот во дворе этот орык, да, бетонировали, клали какую-то трубу, ну, чтобы ходить вот во двор туда-сюда, машина заезжала. А дальше этот орык как бы уже и не бетонировали, он заходил в огороды там, все этот. Но если даже это был орык, допустим, почему он уходит в сторону, то есть, вот сюда, на метр-полтора. В общем, непонятно. Внуки придут, попрошу их, чтобы они там полазили, посмотрели, что там. если нету ничего, значит, туда весь мусор буду закидывать. Вот эти, вот этот кирпич еще можно было бы, конечно, из этого кирпича дорожки сделать во дворе. Но это ладно, это так, мысли вслух. Это последствия моей работы. Видали? Что с моими ногами? Прилегла здесь под навесом на топчан. И смотрю, думаю, что у меня вот тут вот ноет так. А тут вот такая вот у меня болячка, порезы. Ну, это все от веток, все от моей трудовой деятельности. вся покорябанная. И руки тоже все покорябанные. Зато маникюр остался, представляете? Лак не содрался. так лень вставать. Так лень вставать. Надо заходить, ноги помыть. Покушать. Я еще не кушала. Утром как встала, глаза открыла и сразу работать. вот. Ноги грязные показывают. Начу показывать. На улице сегодня так жарко будет. Уже чувствуется, что тепло. Но ветерок. А у нас постоянно ветер. Дня такого не было, чтобы ветер не был. Постоянно ветер. Вот видите, эта стенка дома тоже сделана крошкой. Там не видно, там этот шифер стоит. Этот шифер надо будет убрать. То есть вот здесь смотрите, вот видите вот этот забор. Вот за этим забором я работала. Я вам показываю там полисадник, да, где и вот это вот обрезаю, ветки обрезала, да. А вот этот старый тут забор как вот этот стоит. я вообще по идее хочу вот этот забор убрать. Вот там сейчас все почистить, все этот и вот этот забор убрать. Чтобы был здесь большой двор, но прежде чем его убирать, мне там надо сделать другой забор, собаку потому что у меня Боня он будет лазить к соседям, а там есть дырки, где он может пролезть между соседями, там сетка у нас натянута, и он естественно будет там лазить, это уже 100%, а если он будет ходить к соседям, они будут жаловаться, ну естественно, я бы тоже жаловалась, если бы собака, чужая собака у меня во дворе бы лазила, но он так безобидный, он на людей не кидается, ему просто интересно все понюхать, все посмотреть, вот, ну люди разные не понимают, да и она же грозная собака на вид, поэтому мы ее никуда не выпускаем, а так по идее бы там забор поставить и вот этот вот вот эту фигню убрать, корнография натуральная и расширить двор, да, планы у меня конечно в этом году наполеоновские, как говорится, и вот этот шифер, который стоит здесь вот крышу этот мальчишки меняли мне одну сторону там пролет шифер там поломался, дерево вот здесь же дерево стояло большое и ветки были прямо на дом, вот так вот, и они ломали шифер, и в общем я заставила, чтобы они мне один пролет поменяли, шифер сняли старый и туда новый постелили такой железный короче, но вообще сын говорит, надо полностью менять там, поэтому этот шифер старый стоит еще с тех времен, я вам сказала, здесь оставь, потом мы его найдем, никуда постелить, потом не надо вот это вот если убрать, этот шифер потом на ту сторону перенести, ну, поживем, увидим, ладно, пошли домой, я там еще кое-что вам покажу, что я вчера шила, но на это шитье будет отдельное видео, так, ну, вот, вот этот блок я шила, я отдельно видео на него сняла, ну, это, знаете, вечером, уже попозже, когда там скучно, надо что-то делать, особых у меня сейчас планов нету на шитье, но пробовала, в общем, смотрела там, как блок быстренько шьют, именно вот так, ну, с квадратиков, и как эти квадратики соединить, прострочить, чтобы было удобно и быстро, мне это понравился способ, я попробовала, мне понравился, получился так, ну, здесь можно квадраты по-разному складывать, но главное, здесь интересно, как их быстро сшивать, чтобы вот такие были, посмотрите отдельно видео, и еще вот, вот такие вот блоки, тоже, на него отдельно сняла видео, значит, нашла видео, ну, не нашла, так мне встретилось это видео, сшила наша землячка, казашка, женщина, у нее там они шьют такие курпешки разные, да, в казахском национальном стиле, и вот, как тоже сшить вот такой вот блок, я тоже сняла видео, тоже шьется быстро, замечательно, квадратик обшивается, и без всяких заморочек, главное, она шьется по основе, вот, ну, я что-то так, знаете, вот эти остаточки маленькие, всякие вот такие вот обрезки, я их быстренько дык-дык-дык пообрезала, и быстро начала шить, а потом, когда уже шила, потом думаю, блин, надо было видео снять, ну, в общем, на последний блок, который я шила, я включила камеру, и на камеру все это шило, показывала, в общем, как это делается, в общем, кому интересно, будете потом посмотреть, как говорится, вот, остались еще вот такие вот мелкие всякие обрезки, ой, боже ты мой, вот такие вот еще, еще есть такие, там еще есть, вот с этих мелких обрезков, тоже сегодня вечером, думаю, что-нибудь пошить, если внучка не привезут сегодня, вообще, сегодня должны были внука привезти, доча звонила, ну, привезут, привезут, не привезут, не привезут, еще что-нибудь пошьем, ну, так вот, совмещаем, в общем, приятное с полезным, ну, а сейчас точно все, пока, всем приятных рабочих дней, и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok